МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Актуальное интервью в студии Елены Мурмиловой. Мы работаем в прямом эфире. Я представляю гостя нашей студии. Сегодня руководитель Нижневоложского управления Минкультуры России Константин Каркачев. Константин Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. В начале программы, уже послалившись в традиции, я объявлю телезрителем, что вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы к нашему сегодняшнему гостю. Номера телефона в студии вы увидите внизу своих экранов. Так что звоните и задавайте свои вопросы. Константин Анатольевич, начать хотелось бы с того, что ваше ведомство осуществляет контроль. Контроль за деятельностью госорганов по охране объектов культурного наследия. То есть контролирующая функция. Но для начала программы, скажите, сколько у нас в регионе таких подобных объектов? И насколько я понимаю, они находятся в разном подчинении и разного значения эти объекты. Сделайте нам такую классификацию. В соответствии с законом об объектах культурного наследия памятники по своей значимости, по своему значению делятся на федеральные, региональные и муниципальные. Соответственно, и до определенного времени полномочия федеральных и региональных органов распространялись на соответствующую категорию объектов культурного наследия. С 2008 года, с 1 января, функции по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, ну будем для краткости говорить памятников федерального значения, переданы в регионы. То есть сейчас у нас Министерство культуры Волгоградской области осуществляет государственную охрану объектов культурного наследия как регионального, так и федерального значения. Сколько их? Я могу сказать, что федеральных памятников на территории Волгоградской области, памятников федерального значения, 93. Это с учетом полуобъектного состава такого комплекса, как Мамаев Курган. Это и старая Сарепта, музей-заповедник, в котором несколько зданий, памятников. Это ряд других объектов. Кроме того, к федеральному значению отнесены памятники археологии. На учете перечни Волгоградской области, на территории Волгоградской области, только учтенных и поставленных на госохрану, 1222 таких объекта. По региональным памятникам, это, конечно, цифра значительно, или число значительно выше. Помимо памятников археологии, у нас, естественно, в связи с нашей историей, и в связи с той датой, которую мы недавно праздновали, это преобладают памятники военной истории. Это места боев, это блиндажи, это командные пункты, это индивидуальные и братские захоронения. Ну, и, естественно, вершина всего это Мамайев-Курган. Ну, а разные значения и разные починения, это обозначает разные источники финансирования на эти памятники, на содержание и прочее? В принципе, да. Законом допускаются различные источники финансирования, но, как правило, если это памятник федерального значения, то финансирование идет из федерального бюджета, если это региональный памятник, то, соответственно, из регионального бюджета. Ну, про муниципалитеты мы в силу их слабого финансового состояния, ну, умалчиваем. Но у нас, кстати, на территории области нет ни одного пока объекта муниципального значения. У нас только региональные, да, либо федеральные. Но вернемся к вашей контролирующей функции. Зачем вы следите? За правильным расходованием средств или за состоянием этих памятников? Нет, финансирование, а федеральный бюджет осуществляет субвенции, то есть передает средства на осуществление переданных полномочий, на уровень области финансирования и расходованию средств. Это не наша прерогатива. Мы контролируем именно исполнение переданных полномочий Министерством культуры Волгоградской области в части государственной охраны. Это очень, так сказать, объемное действие. Это очень большой перечень тех мероприятий, которые должны регионы осуществлять, ну и в частности Минкульт Волгограда, Волгоградской области. Это и контроль состояния объектов культурного наследия. Самая сейчас животрепещущая тема – это установление границ территорий памятников, границ, разработка проектов границ и режимов использования земель в зонах охраны памятников. Каждый объект культурного наследия должен иметь соответствующие зоны охраны. Конкретно перечень зон охраны, он разрабатывается в каждом конкретном индивидуальном случае, применительно к каждому объекту, и может включать охранную зону. Это очень строгая зона, помимо территории самого памятника. Охранная зона, зона регулируемой застройки и градостроительной деятельности, и зона охраняемого природного ландшафта. Но, повторюсь, не каждый объект имеет полный набор этих зон. Это, в принципе, и не требуется. Ну, скажем так, сложно для, предположим, памятника чекистов в Волгограде выделить зону охраняемого ландшафта. Ну, может быть, не совсем правильно я сказал. Там есть определенный ландшафт, там можно что охранять. Ну, допустим, площадь Павших Борцов или Центральный Универмаг. Как для него зону охраняемого природного ландшафта можно выделить? Ее там попросту нет. Поэтому для таких объектов такие зоны и не разрабатываются. Но есть все вот эти три составляющие, о которых вы говорите. Это, понятное дело, Мамаев Курган. Да, естественно. Мамаев Курган имеет как охранную зону, так и две зоны регулируемой застройки, и две зоны охраняемого природного ландшафта. Северная и западная, и зоны регулируемой застройки А и Б. Кстати, с проектом зоны охраны Мамаева Кургана получилось не очень красиво в свое время. В 2002 году институт спецпроекта реставрации, это московский институт, который занимается как раз вот этими работами в отношении памятников, разработал проект охраны. В соответствии с законодательством, как действовавшим на тот момент, так и нынешним законодательством, этот проект прошел согласование в Министерстве культуры России в 2002 году, подчеркну, весной, и поступил в Волгоградскую область для того, чтобы в соответствии с законом был утвержден региональным органом государственной власти. Так вот, 16 июня 2002 года, повторюсь, он был согласован, а утвержден был 4 июня 2007 года, без нескольких дней, 5 лет. Он пылился, этот проект, несмотря на значимость этого нашего памятника, я говорю именно о Мамаевом Кургане, потому что, когда говорят о Мамаевом Кургане, прежде всего, естественно, перед взором встает... Сам комплекс. Да, Родина-Мать и историко-мемориальный комплекс. Я говорю о самом географическом объекте, за который шли бои, именно сам Мамаев Курган, с его склонами, с его вершиной, с его подножьем. Так вот, за эти 5 лет, естественно, натворилось много чего не очень хорошего в зонах охраны. В частности, в очень большом объеме, в очень приличном объеме была застроена зона охраняемого ландшафта западная. Это то, что за второй продольной магистралью. Частично была застроена зона регулируемой застройки категория «Б». И один из последних, так сказать, примеров застройки – это, наверное, всем уже известный «Мазда-центр». Мы сейчас по этому поводу в судебном процессе с администрацией города Волгограда. Три дела рассматриваются. Если вопросы, если эти дела будут разрешены в нашу пользу, а к этому все идет, слава Богу, то будет возбуждено четвертое дело о признании строения самого «Мазда-центра» незаконным и принудитом сносе. Наши планы, по крайней мере, таковы. И заинтересованным лицам я это дело озвучил. Но наш иск, естественно, пока городской администрации, которая, невзирая на прямые запреты, своим решением разрешила это строительство. Ну, а дальнейшая судьба, да, и перебила, извините. Ну, это вот, я говорю, как один из примеров того, что происходит и что происходило. А в дальнейшем что будет происходить? Какова судьба территории? Мамаева-Кургана и его зона охраны? Да, именно вот этого географического объекта. Сейчас проведено межевание границ территории Мамаева-Кургана и идет процесс оформления этого земельного участка. Это уже мы переходим к земельному законодательству. Потому что сейчас все имеет свою цену, все должно иметь свои границы, в том числе земля. Как один из наиболее, так сказать, веских товаров. Пусть как это, как это некосчинственно к Мамаеву-Кургану применительно звучит. Но так или иначе, чтобы прекратить вот это посягательство, или попытки посягательства на территорию Мамаева-Кургана, мы с Росумуществом, в принципе, долго работали. Сейчас завершено межевание. Происходит оформление в собственность Российской Федерации всей территории Мамаева-Кургана. И, естественно, она будет передана в оперативное управление музея-заповеднику Сталинградской битвы, который владеет сейчас на праве оперативного управления и историко-мемориальным комплексом героям Сталинградской битвы на Мамаеву-Кургане, и музеем Панорамы. Относительно комплекса героям Сталинградской битвы, тоже история довольно интересная. До 2005 года, до 30 июня, вот этот всемирно известный комплекс, он был, с точки зрения законодательства о памятниках, он был ничем. Ну, просто комплекс постройок из железобетона. Наконец, после очередного скандала, областная дума, слава богу, приняла постановление и включила вот этот комплекс в перечень объектов регионального значения. Это было 2005 год? Это июнь 2005 года. То есть, получается, до 2005-го он не имел такого статуса объекта культурного наследия в стране, несмотря на всю значимость? Да, никакого статуса с этой точки зрения. Кроме того, что он просто располагался на территории Мамаева-Кургана, который был объявлен памятником или достопримечательным местом в 60-м году, 30 августа, 60-го года постановлением САВМИНА России, РСФСР тогда еще. Затем, если уж мы об этом заговорим, в 2006 году, в ноябре, распоряжением правительства Российской Федерации этот комплекс был отнесен к объектам культурного наследия федерального значения. В 2011 году, в ноябре, этот комплекс в составе музея-заповедника, был создан уже музей-заповедник «Сталинградская битва», в составе этого музея-заповедника этот комплекс был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия. Ну, а вот в знаменательную дату 12-12-12... Это уже буквально в конце прошлого года? Да, это чуть больше полутора месяцев назад, то есть 12 декабря. А, тут надо небольшую ремарочку сделать. Я повторюсь, что государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения была передана в регионы. Кроме определенного списка, перечня объектов, кроме объектов, перечень которых утверждается постановлением правительства, ну, или правительством Российской Федерации. На территории Волгоградской области ни одного такого объекта не было. То есть, это те объекты, наиболее значимые, полномочия по госохране которых осуществляет Министерство культуры Российской Федерации. Ну, по масштабу, какие это объекты в других регионах? Кремль. Это не только Московский Кремль, да. Это Нижегородский Кремль. Ряд объектов, которые имеют, так сказать, двойственное назначение, это и объекты культурного наследия, и в то же время это военные объекты. То есть, это и Минобороны, так, это и ФАПСИ, это и ФСБ, потому что часть из них тоже, естественно, располагается в зданиях-памятниках. Вот такие объекты. И наиболее значимые другие, как то, Казанский Кремль, который включен уже в перечень объектов всемирного наследия, ЮНЕСКО. То есть, у нас таких нет? У нас таких не было. Мы много раз, скажем так, бомбили Министерство культуры, наших непосредственных начальников, с тем, чтобы Мамаев курган включить в этот перечень. И, наконец, 12 декабря прошлого года это состоялось. То есть, теперь полномочия по государственной охране Мамаева кургана изъяты из ведения Министерства культуры Волгоградской области и переданы в Министерство культуры России. Это и, скажем так, констатация великого статуса этого комплекса. Это раз. И второе, это выведение, ну, ни для кого не секрет, что тот же Минкульт, как и любое другое министерство Волгоградской области, они напрямую зависимы от воли губернатора или тех, кто над ними стоит. Я имею в виду и премьер правительства, и вице-премьера. Зачастую, скажем так, мнение Министерства культуры игнорируется. Мы сейчас можем очень, так сказать, подробно на этом остановиться. Для того, чтобы это пресечь, для того, чтобы сделать эти попытки невозможными, как раз и функции по госохране были переданы Минкульту. То есть, ну, в том числе и нам. Мы, как территориальный орган Министерства культуры России, сейчас будем осуществлять полномочия по госохране Мамаева Кургана. Александр Ильич, позвольте я вас перебью. У нас есть телезритель, который давно уже дожидается. И по судьбе Мамаева Кургана тоже есть вопросы у телезрителей. Давайте выслушаем и ответим. Алло? Алло, да. Да, здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Костяк, я вопрос. Это вас беспокоит, вас здесь, как натябрь, стареона. Близлежащие к Мамаеву Кургану, прямо под ножей Мамаева Кургана живем. Частный сервер. Он не планируется перевезти в зеленую зону. В смысле, как бы? В зеленую зону каким образом? Снести частный сектор, засадить это все зелеными насаждениями? Ну, к примеру, да. То есть не будут здесь носить частный сектор? Нет. В то время снос был, потом остановился, в районе вот, как бы, вышли второго сторон, ну, завод, поселок Тир. Значит, то, что... Я знаю, спасибо. Значит, то, что касаемо жилой застройки, так, никто менять ее на зеленые насаждения не собирается. Это и не предполагается режимом использования земель в пределах этой зоны. Но новое строительство, не превышающее по своей этажности существующее, оно, в принципе, возможно. В том числе, путем объединения кварталов, объединения землевладений. Вот таким образом. Так что, если вдруг появится частный инвестор, который будет в рамках режимов использования земель работать, ну, тут уже я не смогу ничего, ничем противостоять. Но пока таких планов, насколько я знаю, нет. По крайней мере, к нам на согласование такие документы не поступали. Спасибо. А стройка, которая велась и ведется за Дворцом Спорта, говорили, что на выше положенной этажности там судьба какая? Это имеется в виду небольшой комплекс Прозелитстрой. Значит, с этим комплексом действительно получилось так. Они, в соответствии, с режимами получили разрешение на возведение малоэтажных зданий, то есть это до четырех этажей. Потом им, насколько я знаю, было изменено разрешение на семиэтажные, то есть сколько, три или четыре блока у них семиэтажных. Но все это было как раз в рамках того, о чем я говорил, это было согласовано. То есть сначала они вроде как были привлечены к административной ответственности, но потом, тогда еще комитет по культуре ушел и от этого. Но наши попытки каким-то образом противостоять не нашли понимания. Спасибо. И напомню телезрителям, что в гостях у нас руководитель Нижнебуловского управления Минкультуры России Константин Каркачев. Константин Анатольевич, еще один телезритель дозвонился. Давайте не задерживай, человек ответит. Хорошо, давайте. Алло, здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какая у вас судьба центрального универмага? Сейчас прессов очень думает, пишет о том, что хотят из универмага сделать тот или иной объект, отдать музей панораме, отдать кривейческому музею. Все-таки интересно, что же будет с нашим универмагом? Мы, жители, привыкли, что универмаг всегда был с 38-го года. И что ждет его сегодня? Спасибо. Ну, несколько не в моей теме вопрос, потому что универмаг после судебного решения всем известного перешел в собственность Российской Федерации и сейчас распоряжение этой собственностью осуществляет территориальное управление Росимущества в Волгоградской области. Что касаемо судьбы, да, там, значит, планируем, ну, как варианты использования рассматриваются передача части этих помещений в музей-заповеднику Сталинградской битвы, как вы сказали, музей-панораме и краеведческий музей рассматривался, я больше скажу, рассматривалась прокуратура города Волгограда, управление исполнением наказаний, что, на мой взгляд, ни в какие ворота уже не лезет. Несмотря на то, что наш прежний губернатор говорил о том, что торговля не должно быть на святом месте, я не согласен с данным утверждением. Универмаг действительно был всегда торговым учреждением и до недавнего времени он осуществлял торговую деятельность, сейчас там тоже частично идет. То есть, вставка, которая между интуристом и бывшим зданием Сталинград-Гидростроя, вот она выходит на площадь Павших Борцов, она не отнесена к памятникам, вот, и там работают предприниматели. На всей остальной территории Универмага предприниматели выселены до решения вопроса о дальнейшей судьбе. Кстати, сегодня состоялось предварительное судебное заседание по иску, опять же, территориального управления Росимущества о принудительном сносе пристроек к ЦУМу. Потому что за время его нахождения в частной собственности, это 1994-10 годы, 2010, он оброс несколькими пристроями, которые искажают его внешний облик. Ну, вот, если вы были в Универмаге, там кафешка появилась, которая выходит во дворовую часть на улицу Островского, вот, это еще ряд пристроек. Вот, сейчас начат судебный процесс о принудительном сносе этих пристроек. Мы выступаем третьей стороной, третьим лицом и поддерживаем исковые требования Росимущества. Еще один объект, тоже вокруг которого много разговоров, который также неразрывно связан с историей Великой Отечественной, это Лысая гора. Сегодня вы участвовали в совещании, на котором перспективы этого объекта также обсуждали. Что там все-таки будет, застройка или же все-таки третья продольная, что будет? Лысая гора к своему счастью или к несчастью остается в значительной части своей неосвоенной. Ну, во-первых, это самая высокая точка Волгограда. Это даже не 102 и 0, а 146. 146 метров. И за Лысую гору бои шли не менее ожесточенные, чем за Мамаев курган. Также этот объект является, я имею в виду, достопримечательное место Лысая гора является объектом культурного наследия федерального значения. В связи с тем, что территория действительно не освоена, она облесена, то есть там лесфонд, земли лесфонда были до недавнего времени, туда обратились взоры инвесторов. Сейчас рассматриваются вопросы о строительстве жилья, что, на наш взгляд, никоим образом не соответствует назначению этого достопримечательного места. Наше мнение таково, что Лысую гору необходимо также оформлять в собственность Российской Федерации и передавать тому же музею-заповеднику Сталинградская битва для размещения, допустим, тематических экспозиций, как то реконструирование окопов, блиндажей, линии обороны, и так далее, и так далее, выставка военной техники времен Сталинградской битвы, вот для этих целей. Но вот я говорю, что попытки были, и, по-моему, насколько я знаю, проектирование продолжается, хотя у товарищей шансов, на мой взгляд, практически нет реализовать свои замыслы по жилищной застройке, по жилой застройке. Сегодня еще рассматривался один из вопросов, не менее животрепещущий для Волгограда, это строительство третьей продольной магистрали, второй ее очереди. Так вот, проектировщики, основываясь на тех материалах, которые им в свое время предоставила администрация Волгограда, города Волгограда, они умудрились практически по самой вершине запроектировать трассу третьей продольной магистрали. Ну, пришлось сказать, что в таком виде, на наш взгляд, по нашему мнению, проект не может быть реализован ни при каких условиях. То есть, проектировщикам предложено изменять проект трассы. Ну, были, скажем так, выступления по поводу того, как же, как же, бюджетные деньги затрачены, ну, а кто заставлял? Кто заставлял тратить деньги без учета интересов охраны памятников? Никто. То есть, обсуждение пока еще продолжается? Да, да. Вот, то же самое я могу сказать и о подготовке Волгограда к чемпионату мира по футболу. Я не против футбола, я сам футбольный болельщик, и, в принципе, наверное, где-то в глубине души, ну, очень глубоко. Я поддерживаю то, что чемпионат мира, его групповой этап, будет проходить в Волгограде. Но, то, что предполагается правительством Волгоградской области, это, с точки зрения нашей, ну, не подлежит вообще никакой реализации. в апреле прошлого теперь уже года правительством Волгоградской области было принято постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания в связи с проведением группового этапа чемпионата мира по футболу. Проектировщики, те, кто готовил эту землеустроительную документацию, они умудрились практически залезть во все зоны охраны Мамаева кургана и даже частично на территорию Мамаева кургана, где предполагается строительство, ну, наверное, небольшой железнодорожной станции для подъезда болельщиков. Вот, это и жилые комплексы взамен метизного завода ТДН, так, и в других местах это и офисные, и административные здания, и здания общепита, причем это многоэтажные, они никоим образом не вписываются в режимы использования земель в зонах охраны Мамаева кургана. Комитет по культуре тогда еще, значит, на стадии подготовки проекта постановления этого высказал свое отрицательное мнение, но в подавляющем своем большинстве аргументы Комитета по культуре и правительства Волгоградской области были проигнорированы. Мы предложили правительству в досудебном порядке отменить это постановление как противоречащее, как нарушающее режимы использования. Нам сказали, что мы ничего не нарушили, вот когда мы начнем строить, мы у вас обязательно спросим разрешения. Но, извините, прежде чем начать строительство, нужно запроектировать. А проектные работы стоят примерно 10% от смертной стоимости строительства. Если учесть, что это много, сотенномиллионные затраты на строительство, то сколько пойдет на проектирование? И все это будет впустую потрачено. извините, что перебиваю, ваша позиция понятна. Есть еще один телефонный звоночек, давайте выслушаем, ответим. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, я звоню от всех жителей поселка Металлурков, Пресно-Октябрьского района. Мы не можем всем поселкам прицедировать свои дома. Прошли все судебные инстанции и во всех инстанциях отказы. Но мотивирует это тем, что мешает прицедировать наши незаконные постройки, пристройки, точнее. Простите, чему мешает? Это ванны, туалеты. Можно нам скат и наломать? Значит, эти вопросы так или иначе решаются. Я даже не помню, скажите, куда людям идти. Да, и та же Астрахань, допустим, эти проблемы уже давно решает. Обратитесь в Министерство культуры Волгоградской области. Телефон, я, к сожалению, на память не помню. И там вам все разъяснят. Вы должны будете заключить охранные обязательства. Так и потом в рамках этого охранного обязательства работать. Я имею в виду двигаться дальше. В том числе и приватизация. Она не запрещена. Все это решаемо. И премьер Астрахани в Волгоградце могут, если, скажем так, опыта маловато, а у нас действительно опыта маловато, так, то подскажут запросто. Так что все это решаемо. Я надеюсь, у них все получится. Константин Анатольевич, еще один вопрос по зону культурного наследия в Воложеском. Очень много тоже об этом было разговоров. Как-то периодически пытались изменять состав и вид этой зоны культурного наследия. Скажите, на сегодняшний день на чем вы становились? Ну, То есть хотели часть города от начала, от въезда и практически до спутника сделать одной большой зоной культурного наследия. Значит, в 97-м году постановлением областной думы первая очередь города гидростроителей, так это называется, то есть первая очередь застройки Волжского в рамках от площади строителей до площади Свердлова, это на самом деле до спутника, она была объявлена объектом культурного наследия регионального значения. Я считаю, вполне заслуженно. Но тогда тогда это и не требовалось законодательством. Так, но вот объявили, объявили. Сейчас, я говорю, сейчас мы уже перешли на новый уровень, я имею в виду развития нашего общества, так, это все вопросы собственности, вопросы землепользования, использования недвижимого. Это накладывало бы на людей какие-то обязательства? Да, конечно. Почему вся эта история возникла? Значит, не был определен по объектным составам. Сейчас, в связи с тем, что все-таки нужно приводить все к общему знаменателю, все нужно вводить в рамки законодательно определенной, Министерством культуры, я надеюсь, в этом году они завершат разработку паспорта объекта культурного наследия вот этого именно, разработку предметов охраны, то есть каждый объект культурного наследия должен иметь предмет охраны. Вот вы посмотрите на ту же застройку по проспекту Ленина, от площади строителей до площади Свердлова, ни одного одинакового здания практически нет. Застройка велась практически одномоментно по уникальным проектам. Волжский, вот эта часть его достойна быть объектом регионального значения, как минимум. Но, я не знаю, чем руководствовалась администрация и руководствуется администрация города, они решили, дали свои предложения ограничить, вот я не буду сейчас врать, но не больше десяти зданий включить в этот перечень по объектным составом. То есть, это въездные два здания Волгоград-Гидростроя, так, управление, и напротив него здание, которое у нас погорело много лет назад, это здание бывшего ЦУМа, Волжского, я имею в виду так, и напротив него здание гастронома. Даже фонтанная улица не подлежала, по мнению администрации города, включению в этот объектный состав, этого объекта культурного наследия. Министерство культуры Волгоградской области не согласилось с доводами администрации и сейчас разрабатывает именно паспорт объекта в соответствии с теми требованиями, которые вообще должны быть и с учетом интересов именно памятников. То есть это вопрос тоже еще в процессе решения? Да, это пока еще в процессе работы, но и по улицу Чайковского, и по улицу 19-го партсъезда все это будет включено. Спасибо. В том числе и стадион. Много мы с вами не успели договорить. Много. Но приходится прощаться. Время закончилось. И напомню, что в гостях сегодня был руководитель Нижневоложского управления Минкультуры России Константин Каркачев. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. До свидания.